В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как продать свои урожаи? В Сарове начали работу павильоны, где горожане смогут торговать плодами со своих огородов. Без паники, что делать, если вы заблудились в лесу? Собака плюс я. Выставка породистых и беспородных собак прошла в нашем городе в десятый раз. Далее расскажем обо всем подробно. Пенсионерам и инвалидам доступны бесплатные места в павильонах на улице Московской для продажи урожая, выращенного на личных садовых участках и в огородах. Продавать можно как плоды, так и саженцы. Подробнее об условиях расскажем далее. Продукты с огорода прямо у вашего дома. Именно такую идею вложили индивидуальные предприниматели в организацию ярмарочных павильонов на площадке по адресу Московская 4. Бесплатные торговые площади предоставляют для садоводов и огородников, не зарегистрированных ККП и не перепродающих продукцию. Продавать можно только свой урожай. В течение дня можно начать торговлю с 11 до 7 часов вечера. Можно приходить, поведомить. У нас есть правила, памятка для арендаторов. Они могут нам позвонить. Мы всегда можем подъехать и оказать место торгового, где стоять, где начать торговлю. Продавец может выйти в любое удобное время до 19 часов. В торговых рядах выделено три места для бесплатной торговли. Кроме плода овощной продукции в павильонах можно реализовать саженцы, кустарники, растения, цветы. Все, что выращено на огородной земле. Мясо и молочную продукцию в ярмарочных павильонах продавать запрещено. Промтоварами мы не разрешаем здесь торговать. Только сельхозпродукцией, растеневодство, мед. Пожалуйста, можно торговать. Это продукты должны быть. Это должно быть удобно для людей, которые идут, гуляют, допустим, или идут с работы. Некогда посетить какое-то другое место, где есть уличная торговля. Ярмарка на Московской 4 работает круглый год. Для записи обращайтесь по телефону 8-960-197-08-49. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Выставка картин «Саров. История двух веков» открылась в Законодательном собрании Нижегородской области. В экспозицию вошли 35 произведений, 18 художников из разных городов и регионов страны. На холстах изображены не только достопримечательности Саровского монастыря, но и городское пространство. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Защитники нашей Родины и их семьи могут получить господдержку, помощь в юридических вопросах, адаптации, трудоустройстве, получении соцуслуг и не только. Для этого нужно обратиться в филиал Госфонда защитники Отечества в любом регионе. К каждому ветерану и членам семьи погибшего участника спецоперации для сопровождения и помощи будет прикреплен помощник – социальный координатор. Взаимодействовать с ним можно будет лично, если координатор выезжает на дом или во время встречи в офисе фонда, а также дистанционно. По телефону в перспективе будут разработаны специальные мобильные приложения и информационная платформа социального сопровождения. Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года. Решение позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Будет продлена упрощенная процедура регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России. Также сохранит свое действие процедура по упрощенному ввозу ВРФ оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. В Сарове проходит ежегодный проект «Дворовая практика. Игровые площадки для детей и молодежи» работают по адресам улица Московская, 25, клуб Мечта, улица Казамазова, 10, клуб Пасхот, спортивная площадка на улице Павлика Морозова в районе дома 14, улица Селкина, 20, клуб Здоровья. Ребят ждут игры, конкурсы, квесты, акции, спортивные состязания и многое другое. Площадки открыты по будням с 15.00 до 19.00. За прошлый год в стране в грибной сезон в лесах потерялось более 6 тысяч человек. Живыми нашли около 5 тысяч. Как правильно подготовиться к походу в лес и что делать, если вы все-таки заблудились, расскажем в следующем репортаже. Отправиться в лес за грибами и ягодами и заблудиться звучит как страшилка. Но на самом деле такое может произойти с каждым и особенно с тем, кто безусловно уверен в своих силах и точно знает, что никогда не потеряется. Как бы часто вы не гуляли в лесах, это не гарантия того, что вы не заблудитесь. Самое лучшее средство обезопасить себя – тщательно подготовиться к походу в лес, даже если речь идет о недолгой прогулке. Очень часто люди именно подготовка к выходу в лес пренебрегают. То есть идут буквально на 15 минут здесь с краешку леса. Я здесь лес знаю 20 лет хожу. На 15 минут ничего не буду с собой брать. Но минимальный набор, он обязательный. И даже на 10-минутную прогулку в лес должен быть с собой. Минимальный набор включает в себя карту или компас, средства для рожига костра, бутылку с водой, фонарик, небольшую аптечку и перекус. Весит все это немного, но в случае чего поможет продержаться в лесу, пока вас не найдут. В воду обязательно заряженный телефон. Каким бы глухим лес ни казался, что там никогда нет связи, что там ничего не ловят. Телефон заряженный, с собой обязательно должен быть. Есть кнопочный, пусть лучше будет кнопочный. Возможно, они действительно лучше ловят. Если современный андроид смартфон, то к нему еще желательно взять заряженный пауэрбанк, портативную зарядку. Потому что высаживаются телефоны очень быстро. Самый энергопотребляемый телефон – это экран. То есть, если человек пользуется навигатором или чем-то подобным, экран горит, телефон садится очень быстро. Если вы заблудились в лесу, не паникуйте, остановитесь на том месте, где потерялись, и попробуйте выйти на связь по номеру 112. Пока ждете спасателей, обустройте место ожидания. Разожгите костер. Следите за своим физическим состоянием и регулируйте дыхание. Важно помнить, что вас ищут слушать и подавать сигналы. Нижегородская область присоединяется ко всероссийской акции «Спасибо учителю», исполняющей обязанности министра образования и науки Ирины Кизилова, выразила слова благодарности учителям, педагогам и наставникам, отдельно отметив своего главного учителя. Татьяна Михайловна, мой любимый учитель математики. Она меня учила не только в сложной науке математики. И то, чего я сейчас достигла, это результат и ее работы, ее примера, ее жизненного опыта. И я сейчас говорю о своей маме. Спасибо учитель, педагог, наставник, мама. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хэштегом «Спасибо учителю». А с помощью сайта «Спасибо учителю.рф» каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу. Хаски, Йоркширский, Терьер, Джек, Рассел, Такса, Овчарка, Доберман и многие другие. В 10-й юбилейный раз в Сарове прошла выставка породистых и беспородных собак «Собака плюс я». Четвероногие друзья и их хозяева приняли участие в конкурсе костюмов, веселой эстафете «Дай лапу, друг» и «Ребенок плюс собака». На праздники со своим питомцем побывала и наш корреспондент Ирина Вышегородцева. В свои два года вельш-скорге «Кардиган» Элис уже юная чемпионка России и юная чемпионка Российской кинологической федерации. Она побывала на выставках в Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде. А сегодня вместе с хозяином пришла на 10-й юбилейный праздник «Собака плюс я». Долго выбирали породу. Как бы эта собака, она ориентирована на человека. Очень такая спокойная порода, как и все корги. Очень такая доброжелюбная, в общем-то, к людям. Были на праздники и те, кто пришел впервые. Например, тайский риджбек Терри. Ей всего 4 месяца. В городе это единственная собака такой породы. Порода очень умная, древняя. Всегда была с человеком. Хоть она громко лает, но на самом деле она совсем не агрессивная. Очень любит детей. Это охранник. По традиции все участники смогли показать питомцев выставки породистых и беспородных собак. Экспертизу которой проводил специалист из Нижнего Новгорода. Также четвероногие друзья и их хозяева приняли участие в конкурсе костюмов, веселые эстафеты «Дайла подруг» и «Ребенок плюс собака». Есть участники, которые участвуют, а есть, которые просто пришли потусоваться. Поэтому я думаю, что будет все интересно. Есть еще здесь наши партнеры. Еще у нас пришла рота наша военная, которой мы сотрудничаем. То есть у нас будет они участвовать в параде пород. Ну и как гости нашего праздника. На празднике «Собака плюс я» можно было увидеть хаски, йогширского терьера, джекраслов, такс, овчарок, добермана и представителей других пород. По итогам мероприятия всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. А также все желающие смогли попробовать юбилейный торт. Море, горы, а может быть, дача. Сайт Суперджоп выяснил, где россияне хотят провести свой идеальный отпуск. Так парам будет непросто выбрать место для совместного отдыха. Потому что в подавляющем большинстве женщины мечтают провести его на морском побережье, а мужчины не покидая стен квартиры. А как предпочитают отдыхать саровчане? Ответ искала наша съемочная группа. Пара недель под лучами палящего солнца на морском побережье или отдых на любимой даче в деревне. Какой отпуск для россиян идеальный? Согласно опросу сайта Суперджоп, 17% мечтают отправиться к морю. 14% предпочитают оставаться дома. А 11% опрошенных считают, что лучший отпуск на даче в деревне. А как проводят свой отпуск саровчане? Куда ехать или не ехать, узнать даже не подскажу. Потому что для меня отдельный отпуск – это когда я одна, сама с собой. И не важно где. Ну, не важно где. Мне кажется, идеальный отпуск – это съездить. Ну, понятие наших, по крайней мере, взрослых – это съездить на дачу и прополоть грядку. Ну, вообще, в идеале, мне кажется, это полежать, отдохнуть от рабочего будня и почитать что-то легкое на досуге. Я хочу летом поехать на море, чтобы там было много вкусняшек, и мне все покупали. И там была холодная вода, бассейн рядом с отелем. И отель был пятикомнатный. Куда я еду? Да. Я еду в Крым, на полуостров отдыхать. И рады этому очень. На следующей неделе мы с мужем уезжаем. Поздравляем, хорошего вам отдыха. Спасибо. Для меня идеальный отпуск – это в кругу семьи. Где-нибудь домика старого, бабушки. Деревня, которая у нас есть, конечно. Ну, чтобы никто не болелся. Поезды за книгой. А куда едете поезды? Все равно, куда лишь бы отдохнуть. Да в какую-нибудь деревню поехать, я думаю. Ну, природа. В принципе, этого хватит. Так неожиданно. Ну, наверное, все-таки нужно поехать на море отдохнуть. Либо в горы. Но не дома. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 89 административных правонарушений, задержали одного водителя в состоянии алкогольного опьянения и одного повторника. 12 человек привлекли к ответственности за тонировку. Также на дорогах города произошло два ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. Резонансное ДТП произошло в Воротынском районе Нижегородской области. Водитель Ниссана, уснув за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газон-Некст». В результате ДТП скончались 6 человек из Ниссана, в том числе 3 ребенка. Водитель газона за медицинской помощью не обращался. Страшная трагедия произошла из-за того, что водитель не рассчитал свои силы во время длительного переезда. Часто виной трагических случаев на трассах становится утомляемость водителя. Здесь один совет – распределять свое время нахождения за рулем. И как некоторые едут, ставят себе задачу в течение суток, полутора суток добраться до моря. Так делать нельзя. То есть время нахождения за рулем должно быть распределено. То есть время на прием пищи, время на отдых. Делать остановки необходимо каждые 4-5 часов. Если за рулем вы чувствуете сонливость, глаза закрываются, то лучше остановите автомобиль и поспите. Многие водители выезжают в путешествие ночью, рассчитывая на пустые трассы. Но важно не забывать, что если вы всю ночь проведете в дороге, то сонливость может накрыть ближе к утру. Достаточно на 1-2 секунды прикрыть глаза, как уже последствия этого могут быть необратимыми. Основными из показателей данных дорожно-транспортных происшествий является, как еще раз говорю, сон за рулем водителей. Потом несоблюдение скоростного режима и выезд на полустречного движения. То есть особенно в тех регионах, где Краснодарский край, Сочи, там дорожный рельеф своеобразный. То есть большое количество есть спусков, подъемов и затяжные повороты. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не переоценивать свои силы. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, то хорошенько выспитесь и отдохните. Не забывайте об отдыхе и в пути. Хорошо, если у вас будет сменный водитель. Запомните, что выигранные 2-3 часа в пути не стоят того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем своим и близких. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.